Здравствуйте! Это программа «Территория права». Специалисты в области юриспруденции сегодня востребованы в России. Профессия нотариуса считается стабильной и весьма перспективной. Многие письменные сделки должны быть заверены именно у него. Поэтому в современном мире необходимо знать, чем занимается нотариус и когда к нему стоит обратиться. Сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Приветствую вас. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и, конечно, уважаемые телезрители, мы ждем вопросов ваших по телефону студии 202-11-22. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, и задавайте вопросы свои. Как уже известно, наша программа принимает вопросы по наследству, по завещанию, по брачному договору, по доверенности. Ну, если бы вы пришли лично на консультацию к нотариусу, то какой бы вопрос вы задали, то, пожалуйста, можете позвонить и задать вопрос в нашу программу. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, почему вот именно ваш выбор пал на профессию нотариуса и когда вы начали свой путь в нотариат? Ну, для меня выбор профессии, наверное, был все-таки обусловлен родом занятия моей мамы. Она с конца 80-х годов является нотариусом, поскольку непосредственно я, можно сказать, росла вблизи нотариуса, уже будучи еще школьницей, не раз присутствовала в конторе и помогала, и технически какие-то действия осуществляла там несложные документы какие-то, могла напечатать, подшивала, ну, архивными какими-то документами занималась. Поэтому непосредственно присутствуя на приемах граждан, слышала, с чем люди приходят, как эти ситуации можно разрешить в рамках вот именно нотариального производства. И когда подошел срок выбора, куда же пойти после окончания школы, ну, у меня... Вопрос не стоял, да? Да, вопрос практически не стоял, да, я выбрала юриспруденцию, естественно, с дальнейшей перспективой пойти уже именно в нотариат. И после окончания учебного заведения я также прошла стажировку в нотариальной конторе, что необходимо для... Если планируешь стать нотариусом, да, поэтому, как бы, проходя стажировку, уже более тесно была в этой сфере и в окружении всех вопросов и проблемы нотариата. И как со стороны граждан я слышала вопросы, да, и со стороны нотариуса, я знала какую-то изнутри эту профессию. Поэтому в дальнейшем, вот так, пройдя стажировку, сдав экзамены квалификационные, получив лицензию, дальше продолжила сначала исполняющим обязанности, некоторое время работала и впоследствии уже, выиграв конкурс на замещение на вакантные должности, вот заняла уже должность нотариуса. То есть преемственность профессии в вашей семье прослеживается? Сколько лет вы уже работаете нотариусом? Непосредственно нотариусом я работаю с 2010 года. Вот, а до этого, то есть я все время в этой профессии уже, ну, как вот окончила институт, так и в этой профессии. Спасибо. Ну, давайте приступим непосредственно к вашим обязанностям, чем занимаются нотариусы. Вот расскажите, пожалуйста, Ольга Александровна, на ваш взгляд, вот когда гражданам нужен нотариус, в каких жизненных ситуациях, ну, он просто необходим? Ну, все зависит, наверное, от того, чем занимается гражданин, да, от род занятий очень много зависит, и, может быть, кому-то и очень редко приходится обращаться к нотариусу, а у кого-то это частые визиты. Ну, скажем так, наверное, хоть раз в жизни, но каждому из нас приходится, к сожалению, да, по очень неблагоприятным причинам обращаться к печальным событиям, обратиться к нотариусу в связи с оформлением наследства, поскольку этим занимается нотариус, и гражданин, если ушли его родственники, ему просто необходимо обратиться за оформлением наследственных прав, поскольку сейчас у граждан есть собственность, имущество различное в собственности, и все это переходит в правоприемство к наследникам на эти объекты, и поэтому приходится обращаться вот по таким вопросам к нотариусу. Также часто распространенное это обращение гражданина на случай распоряжения своим имуществом, своими правами в будущем на случай своей смерти, то есть определить, кому... Вы сейчас говорите о завещании. О завещании, да, то есть граждане оформляют завещание, чтобы уже определить, кому они хотят, чтобы досталось имущество, или каким образом, чтобы досталось имущество какое. Различного рода сделки, да, сейчас... Тоже не обойтись без нотариуса. Не обойтись, тем более на сегодняшний момент у нас ряд сделок подлежит обязательно нотариальному удостоверению, и поэтому необходимость также у граждан возникает периодически такого обращения к нотариусу. Можно назвать разного рода волеизъявлений, такие как, например, согласие законных представителей несовершеннолетних детей на выезд за границу без сопровождения законных представителей. То есть это у нас детки могут выезжать на отдых с бабушками, дедушками, тетями, дядями, без родителей, или в сопровождении, возможно, какой-то организованной группы, то есть с сопровождающим или тренером, да, когда какие-то спортивные мероприятия. То есть в этом случае также вот необходимо согласие от законных представителей, которые удостоверяются в нотариальном порядке. Доверенности разного рода, да, когда необходимо совершить какие-либо действия, а сам гражданин по каким-то причинам не может их совершить, либо в силу физических своих особенностей, либо по состоянию здоровья, либо просто нехватки времени или занятости по работе, да. То есть может полномочия свои передать представителю, который вместо него совершит те или иные действия, совершит те или иные сделки, возможно, обратиться необходимым к нотариусу, чтобы такую доверенность удостоверить. Ольга Александровна, но вот тем не менее существуют такие сделки, которые можно совершить как у нотариуса, так и у обычного юриста, адвоката и так далее. Но вот все-таки польза в удостоверении сделки или подписании какого-либо документа у нотариуса в чем? Ну, давайте начнем с того, наверное, что в любом случае деятельность нотариуса направлена на то, чтобы защитить права и интересы обратившегося к нему гражданина. Нотариус – независимое лицо, нотариус как бы не придерживается чьей-либо стороны, да, то есть для него одинаково в обращении, если это сделка, то и обе стороны, да, поэтому он абсолютно беспристрастен и независим, поэтому одинаково консультацию предоставляет информацию, что одной стороне, что другой, в общем-то на равных сторонах действительно себя чувствует. Также нотариусу есть некоторые полномочия, которые позволяют ему самостоятельно получить разного рода выписки, документы, которые необходимы для совершения сделок или проверки объектов недвижимости. То есть если мы сейчас сравниваем юриста-нотариус, юрист это сделать не может? Он может это сделать, если у него есть доверенность на эти действия, и он в рамках доверенного лица тоже может пойти, обратиться, заказать эти выписки, документы. Также нотариус в силу своей профессии, в силу своего статуса имеет право заказать эти выписки на безвозмездной основе. Продолжим отвечать, послушаем звонок от телезрителей. Алло, говорите здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Говорите здравствуйте. Алло. Слушаем вопрос ваш. Это в эфире, да? Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня опять какой вопрос. Вот квартира была в Далях у нас. Вот не ставится, чтобы переоформить в наследство долю, но, к сожалению, умер у нас отец, вот такие документы нужны. Понятен вопрос? Да, понятен. Спасибо большое. Во-первых, необходимо обратиться к нотариусу по месту регистрации умершего, то есть наследственное дело открывается нотариусом по последнему месту жительства гражданина. Соответственно, если гражданин у нас был зарегистрирован в городе Самаре, значит, к любому нотариусу города Самары по желанию обращается. Если в каком-то районе Самарской области, то к соответствующему нотариусу того района. Необходимо предъявить свидетельство о смерти гражданина, справочку взять с места регистрации, документы, подтверждающие родственные отношения. Если это отец, то ваше свидетельство о рождении. Если у вас была смена фамилии, то свидетельство о браке, либо справка о регистрации брака, если было неоднократно заключение брака. Далее, документы на имущество, непосредственно подтверждающие право собственности вашего отца на этот объект. То есть право устанавливающие, это могут быть и договоры приватизации, это может быть договор купли-продажи, получение по наследству и так далее. Что у вас конкретно, что есть, вы это приносите. И в дальнейшем уже нотариус необходимые выписки самостоятельно заказывает, и происходит переоформление прав. Надо отметить, что срок принятия наследства 6 месяцев. Соответственно, с момента смерти в течение 6 месяцев необходимо обратиться к нотариусу, подать заявление о принятии наследства. При наличии любого пакета документов вы можете это сделать. Даже просто прийти со свидетельством о смерти, и не имея никаких других документов, вы это сможете сделать. Спасибо большое. 2211-22, телефоном в студии работают. Уважаемые телезрители, дозванивайтесь, пожалуйста, к нам в программу. Задавайте вопросы свои. Если вдруг в вашей жизненной ситуации столкнулись вы с проблемами, возможно, оформления наследства, или завещания, или брачного договора. Если вы хотите оформить доверенность, ну, в общем, все те услуги вы можете задать, по всем тем услугам вы можете задать вопрос к нам сегодня в программу. 202.11.22. Вы рассказали все плюсы и минусы. Мы продолжим, либо я задаю вопрос следующий. Да, ну, давайте. В общем-то, да. Скажите, пожалуйста, о правах нотариусов. Нотариус вправе совершать все предусмотренные основами законодательства нотариата действия нотариальные в интересах физических и юридических лиц за исключением тех, для которых предусмотрено, прямо предусмотрено место совершения этих нотариальных действий. То есть, у нас в основах законодательства нотариата четкий перечень нотариальных действий. Вот любое нотариальное действие может совершать любой нотариус. Есть некоторые исключения по ряду нотариальных действий. Например, это касается, опять же, того же наследства. Как я уже сейчас только сказала, необходимо обратиться к нотариусу по месту регистрации умершего по месту жительства. Соответственно, здесь уже как бы у нас сужается. Не любой нотариус может заниматься оформлением наследства. Также есть ограничения по совершению сделок с недвижимостью. На сегодняшний момент статья несколько изменена. Если раньше было указано, что сделки с недвижимостью совершались только по месту нахождения недвижимости, то сейчас немножко расширены возможности, и сделки с недвижимостью совершаются по субъекту. То есть, где находится недвижимость, по субъекту у любого нотариуса можно совершить эту сделку. То есть, если раньше, например, недвижимость находилась, допустим, в Самаре, то к нотариусу Красноярского района нельзя было обратиться и совершить такую сделку. На сегодняшний момент это возможно. Также и наоборот, если недвижимость находится в Красноярском районе, ранее невозможно было у других нотариусов совершить в Самарской области эту сделку. Сейчас можно у любого нотариуса в Самарской области совершить эту сделку. Но вот в пределах субъекта Российской Федерации, где находится недвижимость. То есть, вот есть ряд таких ограничений, которые предусматривают определенное место совершения нотариальных действий. Также нотариусу вправе получать информацию в качестве выписок из Единого государственного реестра прав недвижимости. Дальше мы можем получать выписки из реестра юридических лиц, из реестра индивидуальных предпринимателей, которые ведут налоговые органы. То есть, это также право нотариуса получать эту информацию в рамках электронного взаимодействия, в рамках электронных документов мы можем ее получить. И, естественно, эту информацию нотариус получает бесплатно. То есть, если мы говорим, что могут представители, физлиц получить эту информацию, да, по доверенности могут. Либо есть открытая информация, которую может любой гражданин получить, но это платно, на платной основе. Нотариус это получает в рамках своих нотариальных действий бесплатно. Также нотариус вправе предоставлять на регистрацию документы по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляет на регистрацию по сделкам с недвижимостью и в результате перехода прав по наследству. Но даже здесь, я бы сказала, не право, это даже как обязанность вменена на сегодняшний момент нотариусу, что мы электронно передаем сведения о имуществе, которое перешло в порядке наследования. И эта информация в обязательном порядке поступает в реестр. Естественно, нотариус вправе составлять проекты сделок. В рамках своего нотариального дела производства делать копии документов, сканировать документы, получать от обратившихся к нему юридических лиц или физических лиц информацию, документы, которые необходимы для совершения того или иного нотариального действия. Мы убедили, Ольга Александровна, знаете вы свои права. Ну вот, давайте поговорим все-таки еще и про обязанности. А какую сделку имеет право совершать нотариус, а какую все-таки нет? И опять же, что входит в ежедневные обязанности нотариуса? Вот вы приходите на работу, первоочередно что делаете? Хороший вопрос. Любой, наверное, нотариус первоочередно, что занимает свое место, берет печать и садится за свое рабочее место и начинает прием граждан. Если говорить об обязанностях нотариуса, естественно, нотариус обязан совершать нотариальные действия в рамках законодательства и предусмотренные основами законодательства нотариата, вот тут я уже сказал, четкий перечень, который у нас дан, это исчерпывающий перечень нотариальных действий, которые нотариус имеет право совершать. И обязан следовать закону и интересам граждан. То есть обязан разъяснить гражданам, обратившимся юридическим лицам, их права, их обязанности, последствия совершаемых действий, чтобы не была какая-то неосведомленность, не явилась нарушением их прав и интересов. Нотариус обязанности есть и перед налоговыми органами. Нотариус обязан предоставлять в налоговые органы сведения об имуществе, которое получено в порядке наследования или дарения. Нотариус обязан застраховать свою деятельность. И если у нотариуса не застрахован, он не имеет права приступать к своим обязанностям. Ежегодно страхование проходит, каждый нотариус лично страхует свою гражданскую ответственность. И также нотариальная палата проводит коллективное страхование. И, соответственно, вот это та гарантия того, что нотариус обеспечивает права и интересы, законы интересы граждан. Потому что деятельность застрахованная, если будет какой-то причинен ущерб в результате неправомерных действий, либо бездействий, наоборот, отказа неправомерного со стороны нотариуса, то это имеет за собой материальную основу. То есть есть страховка. Нотариус обязан как раз заказывать и получать ту информацию, которую он имеет право в силу своего статуса получить, и не истребовать ее от граждан или от юридических лиц. О чем я говорила, это выписки из Единого государственного реестра недвижимости, выписки из Единого государственных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. То есть нотариус не имеет права истребовать их. Ну, конечно, если граждане принесли какие-то документы, нотариус их примет к сведению, тем не менее мы обязаны самостоятельно заказать эту информацию по тем имеющимся у нас каналам, которые мы владеем, пользуемся. — 202-11-22, я напоминаю, телефоны в студии, они работают. Мы ждем ваших вопросов. И вот как раз у нас есть звонок на линии. Алло, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Еще раз, я уже звонила, еще могу уточнить. Можно? — Да, конечно. — Вот вы сказали, что обязательно при вступлении в наследство конкретно нужно свидетельство о рождении, да? А вот, чтобы доказать расход, а вот как быть, если утеряно свидетельство о рождении, это первое, и вот 6 месяцев, это от какого дня считается? — От момента смерти. — Спасибо. — Со дня смерти 6 месяцев исчисляется. По поводу утраты свидетельства о рождении, вы можете обратиться в органы ЗАГСа, где зарегистрировано акт вашего рождения, и получить повторное свидетельство о рождении. Если орган ЗАГСа находится где-то отдаленно от вашего нынешнего места пребывания, то вы можете запрос послать в тот ЗАГС, где содержится актовая запись, и указать тот ЗАГС, где вам удобно будет получить это повторное свидетельство. Эта информация будет прислана именно в тот ЗАГС, куда вам удобно обратиться, вы пойдете и там получите это свидетельство. — Ольга Александровна, теперь у меня уточнение. Каким образом гражданин может самостоятельно сделать этот запрос, куда идти, как говорится, куда и лечь? — Есть формы определенные этих запросов. Если самостоятельно не могут сориентироваться и найти в интернете, то есть есть сайты сейчас ЗАГС, у всех ЗАГСов есть сайты, есть размещены эти формы заявлений. У нотариуса нет этих форм. Либо если по тем или иным причинам не владеют интернетом, либо не нашли, можно обратиться также в ЗАГС. Я думаю, там помогут и дадут эту форму, заполнят и подскажут, как это все сделать. То есть ничего сложного нет. Заполняется форма, там вопросы данные, на них отвечаете и запаковываете, и по почте отправляете. А дальше уже ждете, когда вам придет письмо с информацией, что это свидетельство передано уже вот в тот ЗАГС. Можно пойти и получить его. — Спасибо большое. Продолжаем наш эфир. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. Задавайте свои вопросы Нотариусского Красноярского района Ольге Александровне Портновой. Тайна нотариальных действий. Что это за понятие и как оно применяется на практике? — Это тоже одна из обязанностей нотариусов сохранять тайну действий, которые были совершены нотариусом. И та информация, которая стала известна в ходе совершения этого действия, а нотариус не имеет права ее разглашать. То есть это гарантия нотариальной деятельности. И по тому, как сформулирована статья 5 основы законодательства о нотариате, нотариус имеет право разглашать сведения, давать информацию либо самому лицу, от имени которого, или по поручению которого было совершено то иное нотариальное действие, по запросам судов, следственных органов, прокуратуры, следственных органов при условии, что у них в производстве находятся дела уголовные, административные либо гражданские, также судебным приставам, если в их производстве находятся дела об исполнительном производстве, другим нотариусам, если это необходимо для нотариальной деятельности. То есть, например, у нас часто возникает необходимость также в рамках оформления наследства получения информации от другого нотариуса. Поэтому нотариус также делает запросы и получает от коллеги ответ. И информация по завещаниям может быть выдана только после смерти уже самого завещателя. Поэтому, когда к нотариусу обращаются для того, чтобы выяснить, не отменено ли, не изменено ли завещание, наследник предполагаемый, который указан в завещании, он должен предъявить свидетельство о смерти, чтобы факт уже был свершившимся, что гражданину уже нет. Иначе вы можете отказать. Иначе мы откажем, да. Если у нас нет факта, свидетельствующего о смерти, то мы не можем информацию такую дать. Но есть такое еще и понятие, как закрытое завещание. Скажите, пожалуйста, вот если вышеперечисленным органам необходимо предоставить информацию из закрытого завещания, вы тоже его откроете? Нет, это с момента смерти все открывается. Но дело в том, что закрытое завещание, оно отличается от открытого. Что даже нотариус, по-моему, не знает. Нотариус не видит, да, что там, он запакован в конверт. То есть есть факт просто, что был составлен за открытое завещание. О чем оно? Оно вскрывается только после факта смерти. Спасибо. Вот ответственность нотариуса тоже очень важный пункт для всех нотариусов, да. Известно, что нотариусы отвечают личным имуществом. Так ли это? Да, нотариус несет полную личную имущественную ответственность за совершенные им нотариальные действия. То есть если нотариус допустил какую-либо ошибку, либо, наоборот, своими бездействиями повлек ущемление интересов и причинение вреда и ущерба физическим или юридическим лицам, то может быть предъявлен к нотариусу иск. Тем самым сначала у нас выступает страховая, да, то есть у нас есть застрахованная часть. Если этого не хватает застрахованного и коллективное страхование, которое страхует нотариальная палата, если и этого не хватает для погашения ущерба, то здесь уже распространяется наличное имущество нотариуса. То есть ответственность у нотариуса очень серьезная, поэтому, естественно, говорить о том, что нотариус умышленно что-то сделал неправильно, это, наверное, так... Это какие-то действия неправомерные. Ольга Александровна, кто и как определяет плату за работу нотариуса? Из чего складываются ставки на тарифы? На те нотариальные действия, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, тарифы установлены в налоговом кодексе. И нотариус, независимо от того, государственный он или частнопрактикующий, ну, мы сейчас будем говорить о частнопрактикующих нотариусах, потому что на территории Самарской области все нотариусы являются частнопрактикующими, мы также руководствуемся налоговым кодексом. Для тех нотариальных действий, которые не являются обязательными при нотариальном удостоверении, для них пользуемся нотариальными тарифами, которые установлены в основу законодательства о нотариате. То есть там тоже четко они определены. Плюс ко всему, нотариус, занимающий частной практики, в праве взимать тарифы за правовую и техническую работу, то есть услуги правовой и технической работы. Эти тарифы, они устанавливаются ежегодно, каждой нотариальной палатой, в пределах, которые предусмотрены, максимальные федеральные нотариальные палаты. То есть, в свою очередь, федеральная нотариальная палата также устанавливает ежегодно предельные допустимые нотариальные тарифы для конкретного субъекта. Все эти нотариальные тарифы, они все доступны, в открытом доступе находятся на сайтах и нотариальной палаты каждого из субъектов, и в каждой конторе у нотариуса на стендах размещены все тарифы. То есть, любой гражданин может, прежде чем обратиться, ознакомиться с этими тарифами и понимать уже, какое действие, сколько будет для него стоить. Поэтому, нотариус, ни один нотариус не формирует самостоятельно цены. Да, нельзя сказать, что я вот сегодня взяла за это действие столько, завтра я за него могу взять другую цену. Или с одного я, гражданина, взяла одну цену, с другого другого. То есть, у нас четко определено, каждое нотариальное действие имеет свой нотариальный тариф, и мы не можем изменить его. То есть, мы его взимаем в зависимости с установленными вот этими тарифами, и на территории Самарской области они единые. Не так, чтобы нотариус один взимал по одному тарифу, другой нотариус по другому тарифу. То есть, у нас все это едино. Ну и, насколько мне известно, на усмотрение каждого нотариуса, вы можете пойти навстречу, может быть, с каким-то социально незащищенным, гражданам, инвалидам, неполным семьям и так далее, и тому подобное. То есть, я знаю, идете навстречу, и где-то... В данном случае мы даже не идем навстречу, у нас тоже есть обязанность, мы предоставляем льготы гражданам, которые есть в списке тех лиц, которые имеют льготные льготы для совершения нотариальных действий. Это у нас инвалиды первой, второй группы и участники инвалиды Великой Отечественной войны. То есть, у нас мы предоставляем это в обязательном порядке, а не по желанию. Спасибо большое. А время наше подошло к концу. Спасибо вам за очень интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за нашими анонсами. И непременно встретимся в эфире программы «Территория права». Всего хорошего вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова